всем привет друзья вы на канале вязание не только меня зовут алена как вы уже знаете друзья кто подписан на мой инстаграм мы уже прошлую неделю вернулись с отпуска я в общем-то очень усердно поработала даже не ожидала от себя такой трудоспособности что я так могу но знаете когда ты увлечен своим любимым делом еще когда на тебе лежит большая ответственность то конечно все это придает и силы и фантазии и рождается новые идеи прошивала пряжу пять дней в течение пяти дней в общем с утра где-то 7 и до 12 5 часов и потом после обеда 6 и где-то часов до 10 до 11 и за пять дней я окрасила более 300 фазм ну и конечно было солнце было жарко когда мы приехали я стала красить пряжу обязательно пошли дожди очень сильно похолодало поэтому мне пришлось придумать не знаю что придумывать чтобы высушить пряжу и друзья я хочу в этом видео показать вам новинки а также ответить на ваши вопросы которые накопились поэтому меня будут сегодня руки в кадре мы будем с вами рассматривать красоту я буду показывать вам новинки фруктовую коллекцию пушистики и многое другое поэтому пожалуйста усаживайтесь поудобнее берите в руки свое любимое вязание или другой вид рукоделие творчество усаживайтесь поудобнее давайте начнем как по названию видео вы наверное уже догадались что последний раз помните когда было видео что я уволилась работы открыла свой магазин там был также вопрос будет ли переводчик на моем сайте я говорила что на данный момент пока нет в будущем будет видно друзья этот вопрос сейчас решается я думаю что в ближайшее время я очень рада сообщить вам эту приятную новость будет переводчик скорее всего уже на следующей неделе если все пойдет хорошо в общем мы договорились программистом связали с программистом и он предложил одну интересную альтернативу подключение переводчика автоматически автоматически через google то есть подключение точнее к сайту если быть более точной да вот и как я поняла значит будет несколько переводчиков то есть русский английский и возможно еще какие-то другие языки поэтому друзья в ближайшее в ближайшее время пожалуйста ждите я обязательно вам об этом сообщу скорее всего это будет пост в инстаграм вы знаете я публикую всегда посты релс и все такие самые самые свежие горячие новости в инстаграм потому что там публикации конечно же сделать легче и проще чем создать видео на youtube записать видео на youtube поэтому подписывайтесь на мой инстаграм если вы еще не подписаны все ссылки будут под видео и давайте приступим значит так за переводчик я вам сказала ждите будет это очень приятная радостная новость дальше кто ждал бобинную пряжу из италии бобинная пряжа из италии первая партия пришла очень хорошие составы просто великолепные вторая партия в пути я думаю что на следующей неделе может быть вторник может быть среда посылочка уже будет у меня и там долгожданные будут поедки будет также кашемир с поедками друзья поедки будут по 200 грамм на отмот я уже говорила да я договорилась с фабрикой потому что у меня нет возможности мотать на такую намот на конус у меня моталка вертикальная не горизонтальная а когда на конус мотается дату подразумевается горизонтальная намотка вот ну может быть в будущем все это будет пока вот договорилась с фабрикой будет по 200 грамм и пайетки придут белого цвета медового цвета и черного цвета и может быть потом попозже немножечко и другие какие-то цвета вот это такие новости по сайту какие еще будут дополнения до за это время сейчас же вот сегодня уже сайт же был до 31 закрыт мы были в отпуске из сегодняшнего дня сайт уже открыт и вы можете делать покупки покупки можете делать значит пополнение я сделала носочные пряжи пополнение я также сделала пушистиков мохер и альпака пополнение я сделала накрасила вот мини пазмы разные мы с вами потом посмотрим поближе также еще пополнение по журналам ксюша кто ждал журналы ксюша пожалуйста проходите хочу вас предупредить что значит новые номера я уже заказываю побольше потому что они быстро расходятся а те предыдущие номера которые были в начале этого года или даже некоторые с прошлого года там остались буквально по одному-два журнала я уже дозаказывать не буду поэтому если вы хотите заказать для себя если вы думали или хотите допустим на подарок так как у нас скоро конечно рождество ну как скоро четыре месяца но тем не менее да вот чтобы не получилось так что в последний момент вы хотите что-то купить какой-то номер журнала его уже больше нет и до заказывать я уже предыдущие номера не буду вот ну так же проектные сумочки конечно не забываем это наши чудесные помощницы и есть спицы маркеры и многое другое кстати друзья хочу сказать что кто ждал чехлы для ножниц и коробочки для маркеров кожаной от фирмы мат это снова все в продаже кстати спицы я также чиагу меня спрашивали будут ли спицы чиагу с леской 100 сантиметров будут друзья буквально я думаю в середине в конце месяца мне придет новая поставка и будут уже спицы кто вяжет плечевые изделия для крупных изделий будет также с леской 100 сантиметров давайте рассмотрим новинки я покрасила пряжу носочного состава сделала фруктовую коллекцию ну коллекцию наверное это громко сказано всего я сделать 4 цвета вдохновил меня на эту коллекцию мой муж робби мы были в отпуске все такое знаете яркая сочная красивая и вот мы сидели разговаривали с ним и он говорит почему бы тебе не сделать фруктовую коллекцию вот покрасить пряжу так как вот фрукты и стали с ним разговаривать и в общем я выбрала по фотографиям на немецкий если на правильно назвать дракон фрукт по-русски это драконий фрукт или драконий плод можно еще так сказать я вставлю фотографии конечно это никак не укладывается в носочки я прошу вас пожалуйста не путайте потому что когда я называю коллекцию там допустим какой-то новый цвет тюльпан меня спрашивают это будет тюльпан когда я буду вязать мне друзья конечно это только ассоциации цвета это комбинирование цветов так как ну не знаю мне моя фантазия подсказала да на самом деле конечно в носочки это не будет укладываться именно фотографию фрукта или узор фрукта это только лишь такие цвета которые вот меня вдохновили на то чтобы вот таким образом покрасить пряжу значит актуальное наличие каждого цвета вы можете посмотреть более подробно на сайте вот это я покрасила арбуз вот но я его сделала более нежным знаете есть такие арбузы они не прям ярко красные алые а есть такие арбузы красно-розовые вот я именно покрасила такой арбуз с косточками и потом идет немножечко такой просвет как бы кожура до между зеленым и потом светлая вот такая кожура я тоже максимально старалась передать вот цвета именно арбузной корки с таким белым просветом даже немножечко и с темными семечками далее следующий фрукт наверное вы тоже догадались это киви киви это назвали этот фрукт в честь птички которая обитает новой зеландии и у нее вот перышки вот такого цвета поэтому киви фрукт именно так назвали в честь этой птички это в общем-то осенний фрукт он зреет в конце сентября даже некоторые сорта в октябре и выглядит это тоже вот такая коричневая кожура бархатистая и потом вот такие вот ярко-зеленые до желтого неонового и белая сердцевинка с такими черными косточками маленькими хотя киви я посмотрела в интернете бывают разные бывают даже желтые бывают даже и красного цвета киви но я все-таки остановилась на классическом варианте и следующие пазмочки это персик а вот с такими переходами где-то более такой насыщенный даже немножечко с крапушками где-то более светлый даже переходящий немножечко с такими переходами нежно-нежно прям бежевого вот это еще один такой фрукт который меня вдохновил на окрашивание пряжи также хочу сказать и ответить на вопрос мне кстати спросила моя зрительница алена вы когда фотографируете пряжу используете ли вы дополнительное освещение чтобы передать свет друзья я ничего не использую не использую ни дополнительный свет освещение лампы никакие фильтры на телефоне ничего никакие фото боксы абсолютно ничего потому что моя цель максимально натурально передать цвет именно пряжи это сложно сделать поэтому я фотографирую всегда недалеко от окна не прям напротив окна вот у меня окно с левой стороны у меня с левой стороны падает свет и я фотографирую всегда при дневном свете это в основном если хороший нормальный день солнечная погода то это с 12 и до 4 но самое максимальное до пяти после тоже можно фотографировать но уже освещение именно цвет именно самого самой пазмы она будет несколько другим на камере и конечно же зависит от того на каком устройстве вы смотрите заходите допустим на мой сайт и как у вас отрегулирован цвет монитора это тоже зависит поэтому у меня в общем то на каждой пазме на каждом артикуле в описании указано что цвет от того как ваш монитор значит отрегулирован всегда может меняться поэтому я стараюсь также еще вам показать новинки и видео чтобы видео вы могли это все посмотреть потому что видео достаточно хорошо передает цвет крайне редко когда он немножечко преломляется и да хочу сказать что я всегда меняю фотографии то есть у меня каждая партия это новые фотографии потому что я уже говорила я один в один пряжу не повторяю то есть это не штамповка это все-таки пряжа ручного окрашивания это творчество это вдохновение и я всегда что-то меняю я не хочу чтобы у меня ну допустим стопазм были все одинаковые даже если я захочу то это не всегда возможно потому что человек человеческая рука это не машина машина она четко запрограммирована да то есть по сантиметрам по граммам там сколько сыпется пряжи допустим да на какой отрезок а рука это рука где-то может быть больше крапушков получилось где-то цвет краски немножечко больше допустим я налила я окрасила да то есть ручное окрашивание поэтому и называется ручным окрашиванием потому что каждая пазма уникальна и никогда не будет один в один прямо на сто процентов второго повторения тем более что я еще всегда когда окрашивает пряжу я вам говорила да я иногда меняю тональность тоже вот например у меня такие пазмы были но здесь был такой темно-болотно зеленый прям темный болотный зеленый потом светлоболотный серый сейчас я сделала более ярко зеленый поэтому всегда выставляю на сайте с актуальной пряжей актуальные фотографии никогда не оставляю фотографии с прошлой партии Вот, например, сейчас я тоже сделала тюльпаны, это не новинка, это уже на постоянной основе у меня на сайте, но теперь посмотрите, какие яркие я тюльпаны сделала, то есть в этот раз они у меня очень-очень яркие. Это те же самые сочетания цветов, это все то же самое, это те же самые тюльпаны, но тональность краски я выбрала другую. И, соответственно, фотографии у меня актуальные согласно вот именно этим пасмам, которые я указываю в наличии. Что у меня еще из новинок, вот эту фруктовую серию я вам показала, да, такую интересную, с косточками, все получилось у меня, вот три цвета получилось все с черными такими косточками, крапинками. И еще у нас скоро же близится осень, поэтому я сделала тоже вот такие очень красивые насыщенные осенние цвета, это что-то такое лесная брусника, что-то даже похоже на чернику, где-то между, что-то среднее, вот что-то такое тоже. Мне очень понравились эти ягодные цвета, вот эти вот сочетания, переходы такого орехового, такой листвы уже, знаете, осенней, и здесь немножечко даже бордовых вкраплений. Вот, так что, кто хочет немножечко запах осени, настроение осени, пожалуйста, для вас тоже есть новинки. И вот такая вот у меня еще новинка, это прям, я не знаю, багрянец какой-то такой интересный, да, прям такая вот листва уже, такая даже не красная, а ближе к такому ржавому цвету, оранжево-коричневому, даже немножечко серый проглядывается, да, и такие вот тоже вкрапления здесь, вот и коричневый тоже, темно-коричневый. Это тоже уже настроение осени. Также я покрасила вот такие новинки, это очень-очень нежные цвета, ментол, нежная роза и очень нежная вот такая сирень. Немножечко вкрапления, пинг, просто, просто минимальные вот крапушки, да, здесь в основном переходы очень нежных цветов, это тоже новинка. Это в прошлый раз, перед отпуском я окрашивала, была новинка, очень быстро раскупили, поэтому в этот раз я прям покрасила уже 6 пазм наличий, так что, пожалуйста. Да, все, все артикулы, конечно, количество ограничено, поэтому если хотите успеть или хотите на плечевое какое-то изделие, шаль, допустим, связать, да, или кофточку или кардиган, то, пожалуйста, проходите на сайт и смотрите актуальное наличие. Из пушистиков я покрасила, это махер, шерсть, полиакрил и полиамид. Вот здесь вот такие вот переходы, на пушистиках всегда цвета получаются такие более как бы припыленные, да, но тем не менее на махере, вот здесь махер, да, на махере все-таки просматривается очень хорошо цвета, а вот на альпаке уже очень припыленные, потому что альпака и вообще все длинношерстные животные, такие как альпака, лама, сурри альпака, як, допустим, да, верблюд, они все достаточно сложно окрашиваются. Вот махер, конечно, гораздо лучше, поэтому я для махера выбрала вот такие вот цвета. Кто любит нежняшечку, это прям очень-очень нежные цвета. Я тоже, вот смотрите, да, разница какая. Это то же самое и вот то же самое, видите, как это выглядит на носочной пряже и как это выглядит вот здесь, это альпака. Тоже достаточно хорошо окрасилась, мне понравилась очень, но тем не менее вот этот эффект, знаете, такой припыленности, он явно на лицо, его видно, да, вот, вот такая вот разница, если взять, например, пряжу носочную, как ярко, как она берет цвет и вот, например, альпака. Но мне нравится и то, и то, очень нравится. Дальше из пушистиков еще вот такой альпаку, вот такие цвета я окрасила. Здесь тоже розовый, но такой более ярко-болотный, даже где-то с такими пятнышками, переходами. И вот такую вот еще альпаку я покрасила. Здесь такие более осенние цвета, такие более насыщенные, глубокие такие. Это кирпичный или, может быть, орех капучино, как угодно можно назвать. Да, вот такая тоже сирень. И вот такой вот болотный. И также окрасила однотонные цвета, это тоже альпака, окрасила очень ярко неоновый пинг. Это можно с белой ниточкой, с кремовой, с ванильной смешать, просто великолепно будет. Также вот такой окрасила. Неоднозначный цвет, такой коричневый, немножечко даже уходящий в капучино, немножечко такой с бордовым подтоном, ноткой такой. Вот такой цвет, это медовый. Это прям вот настоящий горчичный такой мед. Или каштановый мед. Вот так вот, тоже с переходами. Вот такой зеленый, это все альпака. Более подробный состав можно также посмотреть на сайте. И вот такие вот две еще насыщенные такие. Прям лавандовые, темная, темная лаванда насыщенная. Вот такие еще пазмочки. Также я окрасила пазмы с люрексом. Я тоже здесь делала вот эту вот фруктовую коллекцию. И вы знаете, и в этот раз я думаю, да что такое? Сначала я, знаете, я же даже засомневалась, что я, я же все время покупаю где 400 метров на 100 грамм. И они такие толстые, такие плотные. Я прям их с трудом скрутила. Потом я же вспомнила, я всегда, когда, ну ветер, я стараюсь на улице, если хорошая погода, нет дождя и прямых солнечных лучей, я всегда пряжу оставляю на улице, чтобы она проветрилась таким воздухом, ветром таким, чтобы она такая пышная была. И вот она так распушилась, что я потом ее с трудом скрутила, если честно. Настолько распушилась эта пряжа. Драхан фрукт вот этот вот, вот, а здесь киви, видите, и все с блесточками. Кто любит гламурчик, кто любит блесточки, пожалуйста, вам еще блесточки. А также здесь есть вот такой насыщенный коралл, просто обалденный, с такими еще вкраплениями, ярко такими оранжевыми. Обалденные тоже, да. Вот, например, хвоя, прям настоящая хвоя. Тоже очень красиво получилось. Все это с люрексом. И также вот арбуз. Арбуз получился вот таким образом. Все-таки лучше всего, ярче всего, как бы окрашивается, конечно, пряжа, которая без люрекса, простого насочного состава. С люрексом тоже окрашивается хорошо, но за счет люрекса все равно получается немножечко другая тональность. Вот такие еще покрасила цвета тоже. Более нежные переходы. У меня уже такая серия была, но были более насыщенные цвета. Сейчас я сделала более такие нежные переходы и цвета. Теперь вот синий, серый и коралл тоже такие цвета у меня были. Это пополнение на сайте. И окрасила вот сиреневый, здесь немножечко фиолетовый, коричневый, бирюзовый. Вот так вот все вместе. Ну и давайте покажу вам. Они похожи немножко на какие-то макароны, на спагетти похожи. И они такие пухленькие, да, занимают много места. А так как я покрасила их много, почти более 100 штук, по-моему, 120 или я не помню сколько. А то их очень-очень много в коробке. И я некоторые более туго скрутила. Они получились, ну тогда они такие как бы пушистые, да. Они более тугие, более жесткие, но они меньше места занимают. И вот это, кстати, я повторила цвет, вот который я вам показывала. Вот здесь, видите, вот большая и вот мини. Вот. А мини, кстати, если вы берете вот такую мини, то ее хорошо комбинировать с однотонной пряжей. Например, однотонную пряжу вы взяли на носочек. А, к примеру, резинку, мысок или и пятку, например, тоже вы сделали каким-то другим цветом, да. Допустим, вот такую вот однотонную пряжу. Смотрите, как будет хорошо сочетаться, да. Или зеленый, ну любой цвет. И наоборот, к примеру, вы берете пряжу секционную и берете, допустим, одну пазму вот такого однотонного цвета. И можете делать отделку или полосочки, да. То есть, как пожелаете, каждый может для себя любую комбинацию сделать. Вы можете пройти на сайт и выбрать для себя любую комбинацию, какую вы захотите. То есть, здесь фантазировать можно как угодно. Вот. Ну, тоже вот такие вот интересные цвета я сделала. Ну, это однотонные, я вам уже показала, да. Они тоже разные, можно посмотреть более подробно на сайте. Вот такие переходы. Розовый, серый, пепельный. Очень красиво получилось. И вот такие вот еще сделала. Вот. Там еще много, конечно, цветов и однотонных. Много разные оттенки я сделала. Все можете посмотреть более-более подробно на сайте. Друзья, значит, я, в общем-то, на все вопросы, на ваши ответила. Сейчас я посмотрю еще список, что я хотела вам. За переводчик я сказала, за фотографии я вам ответила. Да. И за журналы я тоже вам сказала. Вот, кстати, Ксюша, он у меня под рукой журнал. Я дозаказала номер 5. Очень многие спрашивали, где я на обложке. Также номер 7 у есть в наличии. Бабушкин квадрат. Вы знаете, прям на пике популярности он сейчас. А вообще в этом году, в этом сезоне летние изделия и кардиганы. И все. Вот можно вдохновиться. И номер 8 пришел. Ожидаю номер 9. Но это уже будет, наверное, я думаю, что в октябре я получу 9 номер. Вот. Или в конце сентября. Вот. Более подробно, какие модели в каждом журнале, вы можете также посмотреть на сайте. Каждому номеру, значит, прикреплены все фотографии всех моделей, которые именно вот в том или ином номере. Поэтому, пожалуйста, друзья, проходите, смотрите, вдохновляйтесь. А, да, вот еще хотела сказать, кстати, по поводу пересылки в Америку, в Канаду. Очень многие мои зрительницы писали, что не могут оформить заказ и так далее. Друзья, ну, надо мне еще разобраться. Не могу все охватить сразу, но уже мы с программистом на эту тему разговаривали, поэтому будем все это решать. Будем решать, друзья. Все будет, все постепенно, все сделаем, все приведем в порядок. Устраним все неполадки, как говорится. Если у вас какие-то срочные вопросы, что-то очень хочется спросить или по поводу заказа, по поводу оформления, пожалуйста, я всегда на связи в Инстаграм. Пишите, подписывайтесь, я сразу отвечаю. Если не получается оформить заказ, очень многие мои зрительницы, очень многие мои покупательницы знают, я помогаю оформить заказ через Инстаграм. Вы мне высылаете фотографии, количество, чего вы хотите заказать. Если это все есть в наличии, значит, я собираю ваш заказ, оформляю через сайт, высылаю вам, соответственно, номер заказа, который вы можете оплатить. То есть все это мы можем сделать, если очень-очень надо, то, пожалуйста, я могу помочь. И ждем, когда все придет в норму, когда будет переводчик, и когда вы уже спокойно сможете зайти, все прочитать и оформить заказ в Канаду или в Америку. Кстати, у меня спрашивали в Канаду и в Америку, и Австралии. Это самая дорогая пересылка, 5 килограмм с номером посылки, до 5 килограмм посылка стоит 47,99. Вот такая вот цена. Поэтому у меня девочки из Америки, если заказывали, они прям заказывали, вот прям четко, чтобы было 5 килограмм, чтобы тогда уже, ну, не обидно было платить такую пересылку, да, там за 1 или за 2 килограмма уже тогда 5 заказал и все. И, конечно, когда дорогая пересылка, я всегда поощряю своих покупательниц, и всегда кладу какие-то маленькие презентики, маленькие какие-то подарочки. Также всегда с удовольствием дарю мастер-классы, которые в платном доступе или описание. Поэтому, друзья, все, в общем-то, вам рассказала, все вам показала. Проходите, вдохновляйтесь, смотрите. Я жду вас на сайте. И в следующем видео, друзья, я покажу вам, как я продвинулась по своим визуальным процессам. Все это будет. И также я не забыла, еще остались некоторые вопросы, на которые я хотела ответить, немножечко личного характера, поэтому все это будет в последующих видео. Друзья, на этом я свое видео хочу закончить. Благодарю вас за просмотр, за ваши лайки, за ваше внимание, за ваши добрые комментарии. И мы увидимся с вами в следующих видео.